Привет, друзья! Совсем недавно на моем канале вышла статья о том, чем опасно пальмовое масло. Если кратко, пальмовое масло имеет молекулярную структуру, которая неестественна для человеческого организма. Больше всего пальмы содержатся в кондитерских изделиях, в том числе конфетах и шоколаде. Я решила сходить в магазин, провести эксперимент и найти тот шоколад, в составе которого есть пальмовое масло и где его нет. Kinder Mix это подарочный набор конфет, которые часто дарят детям. Далеко ходить не нужно, уже во второй строке в составе есть ингредиент под названием растительный жир. Согласно информации из интернета, уважаемые производители, под термином растительный жир скрывают пальмовое масло. Но здесь хотя бы радует то, что этот ингредиент в составе стоит не на первом месте. Набор Барни шоколад. Для питания детей дошкольного и школьного возраста. Это состав мука, сироп, сахар, яйца, масло рапсовое, темно-шоколадная масса, глицерин, крахмал, сыворотка молочная, молоко сухое. Производители молодцы, пальмового масла здесь нет, хотя состав тоже немаленький. И еще один набор конфет в составе сразу на третьем месте после сахара и патоки стоит жир кондитерский. Он же пальмовое масло и его фракции. Пальмоядровое масло. Нужно просто подумать, стоит ли покупать такие конфеты своим детям. Переходим к шоколаду. Бабаевский темный шоколад фирменный. Состав. Сахар, какао тертое, масло какао, ядро миндаля, эмульгатор, лецитин соевый, спирт, коньяк, чай, ароматизаторы. Все. Очень приятный состав. С детства люблю этот шоколад. Пятерочки сейчас на него большая скидка. Бабаевский темный с мандарином и грецким орехом. Состав сахар, какао тертое, масло какао, грецкий орех, мандариновые кусочки, глицерин и так далее. Жир молочный. Пальмового масла здесь нет. Очень приятный шоколад. Теперь предлагаю изучить состав Аленки. Когда-то она прославилась содержанием пальмового масла. А я перестала ее покупать после того, как не смогла расплавить на огне. Шоколад не плавился и дымился. Шоколад Аленка крем-банан. В составе, хоть и не на первом месте, присутствует растительное масло. В начинке. Общеизвестный фа. В составе шоколада, где есть начинка, есть и пальмовое масло. Ориентируйтесь на это при выборе шоколада. Шоколад Альпенгольд. Популярен на рынке и среди детей, но не так безопасен. Альпенгольд со вкусом капучино. На пятом месте в составе жир растительный, масло пальмовое. Этот шоколад меня разочаровал. К сожалению, стараюсь его не покупать, хотя дочка очень любит. Не менее популярный шоколад Милка. С различной начинкой, формой и видами. Для Нового года даже елочку придумали. Давайте вместе посмотрим на его состав. Милка. Цельный миндаль. Состав сахар-миндаль. Масло какао. Какао тертое. Молоко сухое. Цельное. Сыворотка молочное. Молоко сухое. Обезжиренное. Жир молочный. Ничего плохого. Супер. Милка новогодняя в виде елочки. Поставьте на паузу, чтобы посмотреть состав. Тоже хороший состав. Масло какао. Молоко сухое. Какао тертое. Жир молочный. Пальмы здесь нет. Приятный презент детям на Новый год. Следующие шоколадки. На очереди у нас вдохновение. Каркунов М&М с Победа. Тоже известный шоколад. А что же есть в составе? Итак, вдохновение. Малиновый тарт с фисташкой. Никогда его не пробовала. Думаю, что вкусно. Хороший состав. Масло присутствует. Но это рафинированное подсолнечное. Я надеюсь, что это правда. И производители нас не обманули. Шоколад вдохновение классический. Хороший состав. Шоколад без начинки. Есть молочный жир. Коньяк. Какао тертый. Ароматизатор. Тоже рекомендую. Каркунов с цельным фундуком. Состав мне тоже понравился. Сахар с сухого молока. Фундук. Какао масло. Какао тертый. Молочный жир. Отличный состав. Шоколад. Шоколад M&D. Фаворит у детей. Есть масло пальмовое. Хоть и не в начале состава. Но тем не менее. Задумайтесь, прежде чем покупать этот шоколад. Особенно детям. Победа. Три ореха. Тоже очень хороший состав. Есть масло какао. Сухое молоко. Орехи трех видов. Тертый какао. Натуральный ваниль. С удовольствием буду брать. Шоколад Линд. Мой любимый. Но стоит дороговато. Беру, когда на него есть скидка. Скидка состав сахар, какао масса, кусочки миндаля, апельсиновый сок, какао масло, молочный жир и так далее. Ничего вредного. Очень вкусно. Я бы даже сказала с некоторой ноткой изысканности. А что спрятал производитель в шоколад нам Деде Морозе? Ничего плохого не вижу. В составе сахар, масло какао, молоко сухое, какао тертое, сыворотка молочная, жир молочный. Смело можно дарить детям на новый год. Шоколад от Риттер Спорт в большом ассортименте. Шоколад с цельным миндалем. Простой и приятный состав. Сахар, какао, тертое, ядро миндаля, масло какао, молочный жир, эмульгатор. Очень классный шоколад. Риттер Спорт. Медовый орех с йогуртом. Шоколад с начинкой. И, к сожалению, на втором месте стоит масло пальмовое. Я бы подумала несколько раз, прежде чем его покупать. Лучше сделать выбор в пользу шоколада с цельным фундуком. Трюфельный орех. Вроде и состав, а не большой. И сам шоколад смотрится благородно. Но в начинке есть смесь растительных масел. А значит, скорее всего, здесь есть вредная пальма. И в заключение покажу вам шоколад, который покупаю чаще всего и очень его люблю. Простой, особый, в фабрике имени Крупской. Темный шоколад. Состав какао тертое, сахар, молоко цельное, сухое, масло какао, соль, эмульгатор и ароматизатор. Как видите, в составе ничего лишнего. И он очень напоминает шоколад из детства. На этом все, друзья. Я считаю, что сделала большой обзор сладостей. Меня радует, что есть еще в продаже шоколад без пальмового масла. Нужно просто правильно его выбирать.